Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом копченых яиц. Для этого на 0,5 воды литра добавляем две горсти луковой шелухи. Немножечко убавлю. Либо краситель коричневого цвета пищевой. Шелухи должно быть много, чтобы цвет у яиц оказался довольно-таки коричневый, красивый. Также добавляем 5-7 черного перца, 5-7 душистого перца. Сейчас это я все немножечко умно. Также сюда добавляем 2 чайные ложки соли, 3 чайные ложки сахара и даем этому всему повариться минут 5. Также можно добавить несколько лавровых листиков и у нас остается только ее закипятить. В остывший маринад для копчения добавить 2 столовые ложки жидкого дыма и залить это все в яйцах. Итак, прошло 5 минут. Маринад для копчения покипел. Теперь можно его выключать и оставлять остывать до комнатной температуры. Маринад для копчения яиц остыл. Он стал даже прохладнее, чем комнатная. Я выставил на улицу. У меня она очень сильно выкипела, поэтому я добавил немножко обычной кипяченой воды. Теперь 2 столовые ложки добавляем к яйцам. А теперь это все заливаем нашим маринадом для копчения. Яйца должны быть целиком покрыты, вот до верха. Отлично. Как видите, сбоку они немножко белые, поэтому во время копчения нужно будет накрыть крышечкой и периодически их поворачивать. Оставляем в холодильнике на ночь и с утра они будут готовы. В отличие от маринованных, маринованные можно просто залить там, напихать в банку, а не промаринуть. Здесь, чтобы был более-менее красивый ровный цвет, их периодически нужно перемешивать, перебалтывать. Оставляю на ночь в холодильнике, ну и покажу результат завтра. Яйца закоптились. Вот такого цвета маринад, вот такого цвета получились яйца, коричневые, с запахом дымка. Давайте разрезу, покажу, как они выглядят. То есть выглядят они вот так. Блюдо съедается на ура. Первый раз я попробовал это блюдо в Белоруссии, у них копченые яйца продаются в магазинах, там упаковочки были по 4 штуки. Ну и в общем я вспомнил данное блюдо и данный продукт и решил его приготовить. Теперь поделился им с вами. Давайте покажу, как я говорил, что нужно периодически болтать банку с маринадом для копчения. То есть получается, если не снять пленочку с яйца, оно будет такое пятнистое. То есть если бы оно прилегало бы к одной стенке банки, то она имела бы тоже несколько пятен, допустим, от яйца, которые сверху давят, об стенку. То есть вот такие вот замечательные, красивые, вкусные яйца получились. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь обязательно на канал и не забывайте писать комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok